Закончилась приемная кампания КФУ Бюджета заявлений больше, да, то есть не скажу, что на порядок, но значительно больше, чем в прошлом году Новое приложение для знакомств Как это вообще будет работать? Ну, с первого взгляда все как обычно Мы загружаем свою фотографию и заполняем профиль Ну а дальше, в отличие от других дейтинг-сервисов, мы подгружаем фотографии и референсы вашего идеального партнера Изощренный обман в продуктовых магазинах Нас снова ждет аномальная жара Всем привет, в эфире Универньюз, а в студии Елизавета Газизянова Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин провел рабочую встречу с представителями Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу С председателем организации Гульнары Габдрахмановы обсуждались вопросы сотрудничества по выявлению и отнесению рукописей и редких книг Научной библиотеки имени Лобачевского КФУ к особо ценным документам и постановке их на учет Ленар Сафин отметил, что КФУ уже долгое время взаимодействует с Госкомитетом по архивному делу В части обеспечения сохранности архивных документов и прохождения архивной практики студентами Института международных отношений Июль подходит к концу, а это значит, что завершился прием документов от ребят, желающих получить образование в Казанском федеральном университете Сколько абитуриентов успели заполнить заявки, какие направления пользуются популярностью и когда же ребята узнают результаты поступления Ответы на все вопросы в нашем следующем сюжете В Казанском федеральном университете завершился прием документов от абитуриентов, которые поступают в рамках общего конкурса на программы бакалавриата специалитета на очную, заочную и очно-заочную форму обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Система закончит принимать документы на направление бакалавриата специалитета по направлениям бюджетным Но продолжится подача документов на внебюджет, потому что у нас еще впереди серия внутренних вступительных испытаний И внебюджетный приказ, он будет уже выходить в последние числа августа На сегодняшний день в Казанске федеральный университет подано уже более 200 тысяч заявлений, включая направление магистратуры Подать необходимые документы можно было на платформе Буду студентом, на сайте госуслуги, а также прийти лично в приемную компанию В этом году все больше ребят выбрали для себя онлайн поступления Как отмечает ответственный секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета Александр Бибик, в этом году число ребят, желающих поступить в КФУ, выросло Для зачисления в ВУЗ абитуриентам необходимо предоставить оригиналы документов об образовании Их будущие студенты должны прикрепить до 3 августа до 12.00 по московскому времени Важно, что без этого абитуриент не будет зачислен в Казанской университет, поэтому тянуть с подачи документов не стоит Предоставить необходимое удостоверение можно несколькими способами Либо через портал государственных услуг, у них есть кнопка подать оригинал в этот ВУЗ, либо принести его в очно, для того, чтобы оригинал был здесь в сейфе Это нужно сделать И так как у нас очень ранний приказ, сразу же 4 августа, первый приказ о зачислении по общему конкурсу До него будет приказ на так называемую нулевую волну, это льготы и квоты, это 29 июля Но основная масса зачисленных абитуриентов на бюджет пройдет 4 августа В этом году конкурсная программа у всех институтов одинаково сложна Каждое направление подготовило такие внутренние испытания, которые помогут приемной комиссии разглядеть потенциал каждого абитуриента Высокие требования конкурса также обусловлены большим количеством бюджетных мест Все направления поддерживают достойный конкурс, минимальное значение это 4 к 1, это 4 человека на одно место Это в основном педагогические направления, не очень популярны среди детей Но тем не менее, это направление, если абитуриент его выберет, оно даст хороший старт в дальнейшей профессиональной деятельности и в работе В 2023 году на Казанский федеральный университет выделено более 7 тысяч бюджетных мест по всем направлениям высшего образования Так, на бакалавриат и специалитет отведено порядка 4 тысяч мест Аделина Абдрахманова, Редзи Хитоглы, Универньюс Российские пользователи все еще в поисках сервиса, который заменит Тиндер Какую альтернативу готовы предложить студенты Казанского федерального университета, расскажем далее Поиск спутника жизни – задача не из легких Казалось бы, в современном мире она должна стать проще Есть социальные сети, есть сервисы для знакомств Но, увы и ах, алгоритмы не способны учесть всего Тиндер из России ушел, а значит, ниша в некотором смысле стала свободнее В надежде ее занять многие занялись разработкой собственных приложений для знакомств Такой целью задались и студенты Казанского федерального университета Все началось здесь, на самой обычной паре, но обо всем по порядку Нам необходимо было придумать какой-либо проект и реализовать его В целом мы с ребятами объединились в команду и вкидывали различные идеи И нам всем понравилось как раз, когда мы затронули тему Тиндера случайным образом Мол, вот он уходит из России, что мы будем делать И мы раскрутили ее до того, что было бы классно иметь возможность еще поиска человека по фотографии То есть, чтобы было распознавание Как это вообще будет работать? Ну, с первого взгляда все как обычно Мы загружаем свою фотографию и заполняем профиль Ну а дальше, в отличие от других дейтинг-сервисов Мы подгружаем фотографии референсы вашего идеального партнера Ну, то есть, условно говоря, мы берем фотографии ваших любимых актеров, которые симпатичны вам внешне Давайте пройдемся по женской классике и загрузим фотографию Ены Сомерхолдера Дмитрия Чеботарева и, естественно, Райана Гослинга, да? Референсы, которые вы загрузите, никто не увидит Так что не переживайте на этот счет Нейросеть обработает фотографии и подберет вам наиболее подходящего партнера Как внутренне, так и внешне Из обычного учебного задания проект перерос в нечто большее Накануне он даже попал в список победителей конкурса «Студенческий стартап» Отметим, что на данный момент уже имеется прототип Прототип есть, но его нужно доделать В целом, приложение может регистрироваться Искать анкеты Загружать фотографии и референсы Просто нужно переделать много интерфейс, чтобы он был приятным для пользователя максимально Пока что приложение дорабатывается И в открытом доступе его не найти Но заинтересованные в его развитии люди уже есть Не исключено, что Муррор в ближайшее время выйдет на рынок Маргарита Михайлова, Фарид Захитагуи, Универньюс Большая часть людей уже привыкла к тому, что цены на продукты в магазинах растут с небывалой скоростью Однако не каждый готов смириться с необоснованными изменениями стоимости Теряя при этом массу приобретаемого продукта О том, что такое шарингфляция и как избежать такого изощренного обмана Смотрите в следующем сюжете Ежегодно проблема повышения стоимости товаров становится все более актуальной Во многом производители не виноваты И повышение цен обусловлено ростом себестоимости Однако чаще всего им приходится прибегать к довольно нестандартным методам Когда себестоимость товара повышается, производитель поднимает цену Но покупатели видят повышение и часть из них отказывается от приобретения Чтобы сохранить видимость ценовой стабильности, производители идут на уловку Цену оставляют прежней, а товара кладут меньше Такое явление и называется шарингфляцией или даунсайзингом Многие покупатели не замечают уловки Потому что большинство не читает информацию об объеме продукта Им кажется, что ничего не изменилось, хотя цены на самом деле выросли Теперь они покупают меньше объем товара за те же деньги, что и раньше А это значит, что прежний объем стал дороже Шарингфляция – это такое явление, которое выражается в уменьшении размера упаковки товара Уменьшение веса, объема, размера при сохранении цены Или при непропорциональном уменьшении цены Фактически получается, что товар начинает стоить дороже В пересчете на единицу объема или веса Видимость создается, что товар не подорожал Потому что не дорожает одна упаковка Шарингфляция может происходить в различных отраслях Включая продукты питания, напитки, бытовую химию и так далее Примерами шарингфляции могут быть уменьшение размера упаковок чипсов, конфет, кофе, молока и многого другого Производители могут использовать этот метод, чтобы снизить затраты на упаковку, сырье и транспортировку продуктов Для потребителя это может быть неприятным сюрпризом Особенно если он не заметил изменения размера упаковки Компания же может оптимизировать производственные процессы Используя более дешевые материалы и уменьшая размеры упаковки При этом цена продукции может остаться неизменной И даже увеличиваться в зависимости от спроса на товар Думаю, что некоторые потребители даже не сразу замечают, что приобретаемые ими товары оказываются стали дороже Потому что они привыкли приобретать товар не килограммом, литром, а покупать товар с некими торговыми упаковками Если торговая упаковка не меняется в цене, то вроде бы ничего и не заметно Для того, чтобы избежать негативных последствий шрингфляции Потребитель должен внимательно изучать этикетки и сравнивать цены на различные упаковки продуктов Также стоит обращать внимание на цену за единицу товара, а не только на общую стоимость упаковки Если потребитель заметил применение шрингфляции Он может попробовать найти альтернативные продукты с более выгодным соотношением цены и количества товара Если цены растут явно, если растет цена приобретаемого вами товара, указанная на ценнике То вы начинаете на это реагировать, в том числе сокращением потребления или переходом на более дешевые аналоги Если же вы не замечаете изменение цены, или для вас это изменение совершенно не очевидно То вы не меняете свое потребительское поведение, тем самым обеспечивая продажи производителю, продавцу, обеспечивая им прибыли В целом экономика страдает меньше от изменения потребительского поведения граждан Более того, такой способ не самый плохой вариант для потребителя Далеко не все производители идут на даунсайзинг из жадности Рост цен это вынужденная мера для продавцов, которым нужно зарабатывать В любом случае уменьшение объема лучше, чем ухудшение качества, которое может навредить здоровью покупателей Елизавета Газизянова, Универньюз На территории республики Татарстан ожидается не только кратковременный дождь с грозой, но и резкое потепление МЧС сообщают, что порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду Температура ночи опустится до плюс 11 градусов, а максимальная температура днем достигнет 35 градусов тепла О том, что влияет на погодные изменения и какие меры предпринимать, расскажем в следующем сюжете Июль оказался не только самым жарким месяцем, но и самым непредсказуемым На первую половину месяца пришлась аномальная жара, а вот на вторую локальные ливневые дожди К сожалению, на данный момент количество осадков не доходит от предполагаемых 70 миллиметров Всего за летний период на территорию Татарстана пришлось около 35-40 миллиметров В настоящее время погода нашего региона определяется барическим гребнем Что же это такое? Это область повышенного давления Именно поэтому в настоящее время к нам закачивается такой теплый и сухой воздух с южными потоками Именно поэтому температура в настоящее время выросла и превысила климатическую норму И таким образом в ближайшие дни у нас температура продолжит расти И ожидаются во второй половине недели температуры выше 30 градусов на отметке Специалисты говорят, что высоких температур не было с 2011 года Тогда максимальная температура воздуха достигала 38 градусов Однако такие резкие перепады существенно влияют не только на самочувствие местных жителей, но и приезжающих гостей Больше всего подвержены последствиям от существенной смены погоды Метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилые Те осадки, которые мы наблюдали в последние дни, были связаны с локальной неустойчивостью в атмосфере Так и в ближайшие дни, несмотря на властвующий антициклон, то есть гребень, по сути дела Мы также будем ощущать на себе осадки Осадки будут локальными, таким образом это кратковременные ливневые осадки, местами грозы Для того, чтобы стойко перенести скачки температур и поддерживать свое состояние Эксперты рекомендуют соблюдать водный баланс и использовать солнцезащитный крем Кроме того, в выборе одежды стоит отдавать предпочтение легким материалам Льну и хлопку, светлым тонам и головным уборам Из-за опасных погодных условий в Республике Татарстан объявлено штормовое предупреждение Ожидаются сильные грозы и аномальная жара в плюс 35 градусов Но синоптики утверждают, что в августе погода стабилизируется Однако прогнозы верны лишь на 40% Поэтому не исключено, что в следующий месяц обещают быть дождливым Маргарита Загвозина, Универньюз Активисты клуба интернациональной дружбы Казанского федерального университета Обучающиеся разных институтов вуза принимают активное участие в летних форумных мероприятиях Как международных, так и всероссийских Студент института физики из Конго представил КФУ на юбилейном международном летнем кампусе президентской академии Который прошел в Татарстане На этом все В студии была Елизавета Газизянова Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях А также на сайте телеканала До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok